Критики Вообще какому-либо критикующему фидбэку Делая его полезным Поэтому я захотела с вами этим поделиться Возможно, вы все это уже знаете И я буду здесь каким-то капитаном очевидностью Но, а если это видео будет тебе полезно То я буду очень этому рада Да и вообще тема критики, она на самом деле относится к любому продукту Неважно, вы пишете книги, рисуете картины Делаете музыку, шьете какую-то одежду Или создаете авторскую мебель Или тумбочки Какой бы вы продукт не создавали Все эти принципы, которые мы сегодня с вами обсудим Они релевантны для всего Поэтому обязательно ставь лайк этому видео Пиши комментарий, с какими трудностями В восприятии критики ты сталкивался Как ты их преодолевал А если и не преодолевал, то будет очень круто почитать Историю каких-либо, наверное, фейлов Потому что фейлы на самом деле это очень здорово Фейлы это всегда жизненный опыт Который в будущем можно конвертировать во что-то очень полезное Ну а мы погнали Давайте начнем с одной очень простой истины Возможно, для кого-то будет это сюрприз Но никто никогда в жизни не создает шедевр с первого раза Первые ваши работы Если вы начинаете путь Или находитесь на каких-то начальных этапах Работы в какой-то сфере Скорее всего, первые 10 работ Где-то, навскидку, будут полное говно И это совершенно нормально Потому что плохие работы имеют место быть Понимаете, мир меняется Да, одни профессионалы уходят Новые люди приходят в область Они все еще учатся Они все еще совершенствуются Конечно, их работы будут более слабыми, чем работы тех же профессионалов Которые занимаются каким-то делом своим Например, 10 лет или 20 лет Но какой бы плохой продукт вы не создали Важно здесь не его качество А то, насколько каждый следующий ваш продукт лучше предыдущего Значение имеет только ваш прогресс Важно только то, насколько вы работаете со своими слабыми сторонами Да, со слабыми навыками своими Насколько вы их развиваете и оттачиваете со временем И насколько вы совершенствуете тот продукт, который вы создаете Потому что продукт, он может быть плохим Он, скорее всего, первые ваши работы будут плохими Главное, чтобы каждая следующая работа была лучше предыдущей Окей, мы создали какой-то продукт Мы приняли тот факт, что он может быть, возможно, плохим Выставили его на всеобщее обозрение И, конечно же, продукт оказался плохим И на нас идет вот эта огромная волна негатива Что делать? Здесь есть два принципа, которые нам помогут в работе с этим морем критикующих комментариев и рецензий Первый принцип это то, что в этой волне негатива находятся ваши точки роста Звучит банально, знаю, но это так Об их релевантности мы поговорим с тобой чуть позже Кого слушать, а кого нет Сейчас истории из жизни На втором курсе университета мы учились на мастер-классе по связям с общественностью писать текст И делали мы это немножко необычным способом В начале паре мы садились и писали законченное произведение за короткий промежуток времени на какую-то определенную тему После этого один человек вставал и громко один раз зачитывал свой текст Все остальные члены группы, а их было где-то штук десять, должны были дать негативный отзыв на текст, который написал этот человек Главное правило было то, что нельзя было повторяться в своих комментариях Естественно, тот человек, который говорил первым, получал больше преимущества, потому что он мог выделить все недочеты в тексте, которые он только что услышал Соответственно, самому последнему было сложнее всего, потому что до него все десять человек уже что-то сказали А ему все равно нужно было давать комментарий, потому что иначе будет плохо И вот как-то раз моя одногруппница написала реально хороший текст Настолько он был хороший, что третья по счету девочка, которая должна была выходить слабые стороны этого текста Сказала, я не знаю, что еще добавить, мне текст понравился Знаете, что ответила наша преподавательница на это? Если ты сейчас даешь позитивный комментарий на работу твоей подруги Если ты не подчеркиваешь слабые места, какие-то провалы, какие-то шаблоны Если ты не даешь вот эту критику, то ты вообще-то желаешь, значит, своей подруге зла Потому что ты не подчеркиваешь, а что она может сделать лучше со своим текстом Для того, чтобы в следующий раз дописать это законченное произведение более профессионально и улучшить свои навыки и свои качества Это прямо была наша мантра Только давая критикующую оценку произведению другого человека, ты можешь помочь ему вырасти как профессионал Больше у нас на этих парах никогда не было позитивных оценках Мы поливали друг друга как могли Конечно, вряд ли вы будете участвовать в таком тренинге длиною в один учебный год Но суть этого эпизода предельно ясна Любое произведение, любой продукт, который мы сейчас создаем, мы создаем на максимуме, на самом деле, своих сил И критикующий взгляд со стороны может нам помочь увидеть те области, где мы недоработали Где нам можно что-то подтянуть, где нам можно что-то усовершенствовать, чтобы каждая наша последующая работа была лучше Критика другого человека, который приходит по отношению к нашему продукту Это зоны роста, где мы можем усовершенствовать то, что мы делаем Я сразу давайте скажу и про второй принцип, который также следует из этого тренинга Постоянная критика в адрес того, что мы делали, помогала нам отделить себя и тот продукт, который мы создаем Потому что, внимание, опять очевидная, наверное, для кого-то мысль Вы — это не ваш продукт, вы — это не ваша работа Но очень четко нужно отделять при работе с любым негативом То, что этот негатив направлен именно на продукт И к вам, как к автору, к человеку, не имеет никакого вообще-то отношения Не нужно воспринимать негативные отзывы на продукт как что-то личное Это проблема многих людей, которые только начинают что-то писать, что-то создавать Вот они выдают, значит, свой, например, фанфик какой-то публике Публика говорит полное дерьмо И они такие, блин, я тоже дерьмо Нет, это не так Плохой продукт не делает вас плохим человеком Точно так же, как то, что вы хороший человек, автоматически не сделает ваш продукт прекрасным Давайте я скажу это еще более утрированно Если вы человек говно, но ваш продукт стал хорошим То слава и признание вокруг этого продукта не делает вас хорошим человеком Вы как были говном, так и останетесь Нужно вот как бы взять вот этот продукт и вот так вот отделить его от себя И под пристальным критическим взглядом рассматривать его отдельно Где у него какие изъяны, где его там можно улучшить Искать вот эти вот зоны, возможно, которые вы не увидите Но негатив, который к вам придет, поможет вам их заметить Возвращаясь к нерелевантности комментариев Если ты видишь, что человек дает комментарий не про продукты, а негативные Или не только про продукт, но еще и про автора То можно смело игнорировать эти сообщения И вообще не воспринимать это как что-то личное Вот так вот отмахнуться от них О том, почему люди так пишут, мы поговорим с тобой чуть попозже Если человек не может разделить автора и продукт То как он может дать тебе какую-то ценную информацию По поводу того, как хорошо можно твой продукт улучшить Если такой базовой вещь он не в состоянии совершить Как его фидбэк может быть нам полезен? Никак, смело отметай Кстати, именно к этому виду фидбэка относятся такие советы Как прекратить какую-то карьеру Никогда больше не писать, потому что у тебя все это плохо получается Нет, мои дорогие, мы все это отметаем Потому что это нерелевантно Это негатив, направленный на автора Хотя оценивать нужно именно продукт Окей, мы приняли тот факт, что наше произведение Которое мы дали всем почитать далеко от шедевра Мы поняли, что нужно отделить свое произведение от тебя самой И рассматривать его под фритичным углом Мы отмели все комментарии из этой огромной волны негатива Которые направлены на тебя как на автора, а не на продукт Потому что это тупые комментарии Но все еще очень много негатива Как с ним быть? Что с ним дальше делать? Все комментарии, точно так же, как и ваш продукт И ваш взгляд на продукт, они субъективны И в этих вот всех субъективных комментариях Выделяются два типа Одни аргументированные, другие эмоциональные С аргументированными комментариями все понятно И вообще это те комментарии, которые я люблю Вы опубликовали свою книжку, поступает комментарий Мне кажется, написано плохо И дальше идет списочек того, что человеку именно не понравилось Например, ему не понравилось, что в жанрах вашего произведения Заявлена хорошая любовная линия Но при этом вы ее недостаточно проработали И пишет там, например, их было мало Здесь какие-то не сильные сцены Здесь очень сильно проскочили Проблемы с орфографией Какие-то дырки в сюжете, которые вы не закрыли Дойдя до конца книги Нелогичные действия персонажей Вот они взяли, все это тебе выдали И ты видишь, ага, все понятно Действительно, надо этим стоит поработать Такие аргументированные комментарии Их как бы нужно видеть Их нужно закреплять, запоминать, копировать Потому что они дают тебе полноту картины Ты видишь человека, который воспользовался твоим продуктом И он очень четко тебе объяснил, что именно ему не понравилось Вот такие комментарии Как раз-таки есть концентрация наших точек роста Чего-то, что мы можем в последующей книге доработать Дописать, более глубоко проработать И лучше подготовиться к ее написанию Эмоциональными фидбэками я называю Такие комментарии, которые не содержат в себе Объяснения, а что, собственно, человеку не понравилось Обычно это комментарии, типа Мне не нравится Написано ужасно Это нельзя читать Окей, тебе не понравилось Напиши, что именно Да, зачастую человек, который так пишет Он сам на самом деле не может понять А что же именно ему не понравилось Потому что у него нет опыта в анализе какого-то продукта То есть на каком-то интуитивном уровне Он понимает, что произведение, например, слабое Но он не может конкретно тебе сказать А что не так-то? Поэтому, кстати, аудитория подразделяется на зрителей Которые в целом обычно смотрят ваши ролики Говорят Да, нет, да, все тут хорошо Тут не очень Есть прямо профессиональные критики У которых есть опыт в анализе произведения И они четко понимают Где что можно было бы дотянуть Для того, чтобы вам усовершенствовать свою работу Рецензирование Это тоже опыт Я в своих рецензиях на игры Тоже нахожусь, если честно, в процессе развития И я понимаю, что многие аспекты истории Которые мне сейчас не нравятся Вот я бы полгода назад их не выделила бы Но за счет того, что я все время пытаюсь Больше, глубже погрузиться в теорию того Как нужно правильно составлять истории Я могу теперь тебе сказать больше Что так или что не так Не все это могут Это тоже нужно понимать Тем не менее, это не отменяет того Что эмоциональные такие комментарии Которые не содержат какой-либо аргументации Не содержат объяснения, что же было не так Нам нерелевантны И их тоже, в принципе, можно проигнорировать Есть еще один слой в работе с критикой Вы, как автор, должны более-менее хорошо понимать А что, собственно, за продукт вы создаете Для кого он Какая цель у этого продукта Какая у него целевая аудитория В каком жанре вы пишете И подходит ли все то, что внутри Ну, если мы, да, говорим про книги Под те жанры, которые вы заявляете Понимание, что именно за продукт и для кого он Помогает также отсеять нерелевантные комментарии Условно, вы создаете программу по домашним тренировкам Вы сделали, да, сайт, все запустили Клиенты пошли И вдруг вам прилетает комментарий о том, что Тренировки дома это плохо При этом они аргументируют свою точку зрения Почему домашние тренировки это полный отстой И лучше всего это бег по утрам на свежем воздухе Вот ты мне скажи, этот комментарий будет тебе релевантен? Нет Или вы пишете сказки для детей И вдруг вам прилетает комментарий о том, что Любовная линия второстепенных персонажей Была не совсем глубоко проработана И некоторые психологические аспекты не были учтены Или вы делаете продукт для мужчин Например, в возрасте 45 плюс лет Условно про автомобили Сейчас условно понятное дело, что Интерес к автомобилям, он не зависит от вашего гендера Но условно, вот вы для себя так определили целевую аудиторию И вам прилетает аргументированный негативный комментарий От девушки лет 20 Опять же, это все условно Не будем разводить дискуссии по поводу того, что Девушки тоже интересуются автомобилями Но условно, вы делаете продукт Для мужчин 45 лет Вы ориентируетесь на эту целевую аудиторию И вам важно только то, что скажет именно эта целевая аудитория А не какая-то другая, которая под ваши запросы не попадает Или, например, вы делаете печатную продукцию Вроде блокнотов Для тех людей, которые любят пользоваться печатной продукцией А вам прилетает также аргументированный комментарий Почему печатная продукция Это прошлый век И что все нужно вести в ноушене Сичешь о чем я? Кто дает тебе фидбэк? Твоя ли это целевая аудитория? Какая задача у твоего продукта? Зачем ты его создала или создала? Как автор ты должна, по крайней мере, примерно знать Что за продукт ты производишь и для кого Понятное дело, что целевая аудитория может меняться На полпути вы можете поменять вообще Всю свою стратегию И перестроиться на какую-то новую целевую аудиторию Или полностью переделать свой собственный продукт Потому что, оказывается, он даже для вашей целевой аудитории нерелевантен Но, тем не менее, вы точно должны понимать Что вообще происходит Пример с моего канала Я делала обзор на какой-то российско-украинский сериал И я делала его с позиции зрителя Просто человека, который на своем собственном канале Решил поделиться поверхностным мнением, впечатлениями Проораться и сказать, как же мне понравился этот сериал И мне оставила комментарий женщина Мне кажется, ей как раз-таки, наверное, 40 плюс лет О том, что анализ сериала, который я сделала Был неглубоким, очень поверхностным И непонятно вообще, для кого это видео было сделано Так вот, я открою вам секрет Ответ на этот вопрос очень прост Эта женщина точно не является целевой аудиторией меня Моего канала И того самого видео И видео сделано не с точки зрения того, чтобы глубоко погрузиться В психологию А просто поделиться своим мнением Заделали меня этот комментарий Я просто его очень хорошо запомнила, да? Но хранила его как пример того Насколько не целевая аудитория Если ты не знаешь, что за продукт ты создаешь Может кого-то, например, сбить со своего истинного пути И да, кстати, когда мы создаем продукт Не обязательно, что он будет какой-то коммерческий И создать продукт ради того, чтобы просто создать продукт Потому что вас посетило вдохновение И вы просто так видите Это тоже совершенно нормально Это на самом деле очень серьезный аргумент В случае, если вдруг на вас будет лететь волна негатива Вы создали этот продукт, потому что вам так захотелось Это тоже аргумент Вообще, возможно, про целевую аудиторию нужно было сказать в начале этого видеоролика Почему люди пишут негативные комментарии? Мы уже разобрались с аргументированными Да, это наши зоны роста Если человек оставляет аргументированный комментарий Почему ему не понравилось что-то И прямо вот подсвечивает, да? Как будто вы свои триггеры, где можно что улучшить То нужно понимать, что не все люди так делают Очень важно разглядеть или стараться разглядеть за комментарием человека и его задач Потому что кто-то использует негативные комментарии просто для того, чтобы слить какой-то негатив К сожалению, у нас в российском постсоветском пространстве Нередко случается то, что люди в интернете сливают негатив, который не могут переварить в реальной жизни Могу ли я их в этом винить? Нет, не могу Но на такие комментарии не нужно обращать внимание Это негатив, в котором купается сам человек Они нам не дадут никакой точки роста Они нам не релеванты Есть люди, которые хотят таким образом самоутвердиться как-то за счет критики другого человека Это, кстати, случается и в жизни Это даже не то, чтобы в интернете или в рецензиях В жизни тоже такое бывает Я всегда, когда вижу какой-то негативный комментарий Просто задаю себе вопрос А хотел ли этот человек, чтобы я немножечко подросла Как автор или как автор видео Или как создатель чего-либо Или нет? И если ответ очевидный нет То смысл тогда этот фидбэк воспринимать серьезно Или как-то лично Или вообще лично ничего не надо воспринимать Воспринимать это как что-то применимое к тому, что ты создаешь Подытожить это видео я бы, наверное, хотела следующей мысли Очень часто выставляя свою работу на показ и думая о том, что она потрясающая Мы выстраиваем ожидания позитивного принятия сообществом того, что мы сделали Таким образом, мы не можем подготовить себя к тому, что кто-то будет критиковать нашу работу И начинаем воспринимать это очень болезненно К негативному фидбэку нужно всегда относиться спокойно Возможно, вы делали этот продукт для того, чтобы просто самовыразиться Или для того, чтобы просто заработать денег Это все Тем не менее, должно вас подготовить к тому, что в российском постсоветском пространстве Выставляя свою работу на показ Скорее всего, вы получите кучу негатива Но к этому просто нужно себя подготовить Возможно, с этим помогут те принципы, которые мы с вами обсудили в этом видео Я надеюсь, что тебе это видео было очень полезным Обязательно, если это релевантно тебе, делись историями про, не знаю, там, потерю мотивации То, как ты преодолевал или преодолевала какие-то свои кризисные моменты Если вдруг ты что-то там, да, как хобби создаешь или пишешь Не только мне будет это очень интересно почитать Но это, возможно, поможет другим людям проще относиться к каким-то фейлам Если вдруг это видео им не помогло Вот, с вами была Эля Спасибо большое за просмотр Обязательно ставь лайк этому видео И подписывайся на канал, если тебе интересен остальной его контент Всем пока!